Добрый день! Сейчас у нас первое занятие по заполнению исходных данных для расчета программе Aventrop OZC 5.0. Так, программа просит сохранить то есть ваши результаты расчета через определенное время. Давайте сохраним, чтобы не потерять. Итак, то есть первое главное меню это меню данных и здесь вот первая командная строка соответственно общая. То есть все это выведено на панель в виде иконок и первое командное меню, которое было здесь, то есть сразу же кнопка выделена. Так, сразу хочу сказать, что справа есть так называемое окошко ошибок, то есть информацию, которую вы не ввели и необходимы для расчетов. Здесь отображается белым цветом, то есть у вас все нормально. Дальше красным цветом, значит, есть какие-то ошибки, но в дальнейшем при расчетах мы это все увидим. Итак, какие здесь основные принципы? Вот есть вот здесь вот окошко заполнения, например, название проекта и так далее. То есть, которое отображается светло-зеленым цветом. Данные окна могут заполняться, могут не заполняться. Это по желанию. Дальше следующий тип окон, то есть темно-зеленые, это те данные, которые лежат в базе, ну и отражают ту информацию, которая находится в базе. Дальше выпадающие списки, то есть нужно тут выбрать вариант, который необходимо выполнить. Так, ну и белые поля, то есть обязательно нужно заполнять для того, чтобы выполнять соответствующие расчеты. Ну и давайте начнем. Здесь можно просто заполнить. Согласно вашей курсовой работе, дальше населенный пункт. Еще раз повторяю, это, то есть адрес можно придумать любой там. Так, ну и кто выполнял соответствующий расчет. Так, следующий пункт, вот тут есть диапазон расчетов, то есть ориентировочный подбор отопительных приборов. Если вам есть необходимость оценить, какие отопительные приборы у вас установятся в помещениях, то есть вы, соответственно, ставите галочку. Если вам нет такой необходимости, сразу хочу сказать, что это только ориентировочный расчет, то есть он не считает типа поступления трубопроводов, то есть те приборы, которые вы выберете, то есть он их и установит. Ну и вы можете в первом приближении оценить по сущим стоимость вашего проекта. Ну, нам это нет необходимости, то есть мы галочку выбираем. Дальше, то есть климатические данные, то есть выбираете страну, которая происходит, а именно город, в какой стране, в каком городе у вас происходит объект строительства. Ну, мы выберем данный город. То есть при выборе, то есть у вас появляется, соответственно, из базы те данные, которые существуют на данной норме. Сразу же хочу сказать, что программа ОЗС 5.0 считает только по европейским нормам. И вот есть еще польские нормы, то есть норма европейская по коэффициенту теплопередачи, сразу же хочу сказать, она полностью совпадает на 98% с российскими нормами. Так, ну, а норма расчета, соответственно, мощности отличается лишь только при определении теплопотери через ограждающие конструкции в коэффициентах β. То есть по опыту расчетов, то есть значение отличается более 5%, что это входит в ошибку расчетов. То есть мы здесь вставляем, соответственно, европейские нормы. Так, ну и тип грунта. Здесь нужно выбрать тип грунта, который предположен в вашем городе строительства, либо в поселке. То есть в нашем случае, то есть это достаточно просто определить либо по геологии, либо найти соответственно специализированные сайты, в которых написано, то есть какой основной грунт находится в вашем районе строительства. Ну, то есть у нас клина или ел в данном строительстве. Следующая закладка в общих после здания, это основные данные. То есть здесь нам нужно выбрать тип здания. То есть здесь из разнообразного количества. Ну, у нас одноквартирное здание. То есть двухэтажное дом. Одноквартирное. Так, следующее. Тип отопления. То есть здесь можно выбрать различные варианты. Воздушное, подпольное, потолочное, ИК-панели, безучетных границ или нет отопления. И составим стандартные отопительные приборы, радиаторы. То есть конекционное отопление. Дальше здесь можно задать проектированное либо существующее здание. Ну, останавливаемся на проектированное вновь. Дальше тип конструкции, то есть зависит от того, какое у вас здание и из каких материалов сделаны. То есть ввиду того, что у нас основной будет кирпич, то есть мы сделаем тяжелое. Так, следующее. Здесь можно выбрать с понижением температуры, техносительно без понижения температуры. Составим в исходном варианте. Дальше следующее. Здесь указывается тип или степень герметичности ваших светопрозрачных конструкций, то есть окон входных дверей. Ну и большая, средняя либо низкая. Остановимся на средней. То есть все зависит от того, как ваши монтажники смонтируют ваши эти светопрозрачные конструкции. Следующий тип, это тип местности, то есть где у вас происходит строительство. То же самое относится к своду правил нагрузки и воздействия Российской Федерации. То есть они практически совпадают. То есть выбираем из трех вариантов. То есть, ну в данном случае остановимся на типе С. Так, следующее. То есть здесь можно выбрать, какой тип регулирования присутствует. То есть центральное регулирование, либо это будет непосредственно на воде здания, либо это от котла осуществляться, либо индивидуально, то есть у каждого отопительного прибора в помещении будет находиться терморегулятор. То есть мы оставим индивидуальное регулирование. Так, следующее. Окошки, которые заполняются обязательно, потому что они белым цветом. Причем вот подводя, то есть высвечивается подсказка, то есть что от вас требуется. Ну и в данном случае вам необходима отметку отмозки. То есть посмотрев, то есть у нас отмозка находится на уровне минус 1 и 1. Здесь можно вести двумя способами. То есть непосредственно сразу же выводя значение. Либо вторым вариантом, то есть при нажатии выпадающего списка, появляется под меню правка и вот здесь открывается окно переменные размеры. То есть, ну и тут можно установить соответствующие перемены. Да, в символе всегда пишется латинскими буквами. То есть, например, z, отметка грунта. То есть здесь можно поставить 1. 1 и 1. Так, ну а в этом описании, то есть на русском писать, что это отметка отмозки. То есть причем можно сразу же при открытии окна забить все эти значения, которые вам понадобятся для расчетов. Дальше ставим либо на символ, либо на значение и нажимаем кнопку выбрать. То есть сначала появляется буквенное значение, потом переходя в следующее окошко, соответственно появляется значение. Ну а тут вот все уже было, убрали. Так, все, вот вернулось в исходное положение. Минус 1, 1. Дальше я не буду уже забивать эти все значения, то есть я непосредственно значение буду наденять. Следующее отмозка грустного входа. Это тоже определяется по геологии вашего грунта соответствующими службами, инженерными изысканиями. Ну, если вы ее не знаете, то есть можно пока остановиться в первоначальном варианте и взять полсправки. То есть минус 3, 25. Так, следующее значение можно не заполнять, то есть они рассчитаются автоматически. То же самое, отметки пола, то есть вот светло-зеленого тут цвета. Так, что такое поворот здания? Если у вас, например, есть коттеджный поселок с одинаковыми количествами, вернее, с одинаковой конструкцией здания, но отличаются только стороны света, куда у вас направлены те или иные ограждения. Чтобы в дальнейшем не производить расчеты, то есть здание можно повернуть на тот угол, как он стоит на генплане соответственной местности. Все просто. То есть, и вот эти отметки мы ставить не будем, они автоматически после рассчитаются. То есть я покажу и увидите. Следующая закладка относится к вентиляции. То есть здесь можно посчитать балансы, то есть в зависимости от какой тип вентиляции вы выберете, либо вентиляции вообще отсутствует. То есть, ну, здание, одна квартира в основном используется естественная. Соответственно, заисключаем некоторых моментов, если у вас будет там в коттедже бассейнов, спа-комплексов, либо помещений, требующие, соответственно, другие типы вентиляции. Так, ну и здесь также установлены гигиенические требования, то есть по воздуху обмена они совпадают с российскими параметрами. По температуре могут отличаться. Для того, чтобы определить, какие температуры внутреннего воздуха у вас в помещении, для этого достаточно открыть вот соответствующий ГОСТ, который действует на данный момент, то есть здание, жилые и общественные параметры меры климата, и найти таблицу номер один, то есть оптимальные допустимые нормы, температур, относительные влажности и скорости движения, соответственно, воздуха в обслуживаемой зоне помещения жилых и общественных зданий. То есть, ну и значения берутся, вот, здесь представлен период года, то есть у нас отопление используется в холодный период года. Так, ну и... Температура воздуха внутри помещения берется по оптимальному значению, то есть здесь дается два крайних значения, то есть минимальное и максимальное. То есть можно принимать 20, 21 и 22. То есть, как правило, например, с ниткой тепловой защиты здания рекомендуют брать минимальную и оптимальную, то есть по первой градации 20 градусов. Причем это для жилой комнаты, где наружная температура от 0 до минус 30 градусов, а 21 градус, то есть от минус 31 до минус 50 и ниже, соответственно. То есть все вот эти температуры указаны, причем вот в ванной комнате, там узле, даже температура совпадает. Ну, в жилых комнатах 20 градусов, это при температуре наружного воздуха от пыля до минус 30 градусов. То есть либо можно здесь изменить, либо в последующем это все изменим. Так, вот что касаемо закладки вентиляции. Следующая закладка, это мосты. По нормативам российским раньше эти мосты не считались, но в соответствии с новыми нормативами, то есть СП, тепловая защита зданий, то есть сейчас нужно читать мосты, то есть ей нужно вам ввести все значения мостов, то есть соприкосновения различных конструкций. То есть для этого достаточно, вот, например, угловое сочленение. То есть здесь приводятся различные конструкции относительно того, где у вас находится утеплитель ограждения. То есть он в данном случае либо он снаружи, либо по центру расположен, либо внутри. помещение. Так, либо вообще отсутствует изоляционный слой. Ну, вот здесь вот в виде экспликации показано, что из себя представляет каждое обозначение. Либо вообще у вас такой конструкции отсутствует. То есть нужно заполнить, ну, допустим, у меня вот второй вариант будет. То есть заполнить все эти конструкции. Если конструкции какая-то отсутствует, то, соответственно, ставится, что данная конструкция, например, отсутствует. То есть это необходимо сделать здесь более точный расчет. То есть участвуют все мостики холода, которые могут происходить от конструкции, там, например, выход, перекрытие за наружные стены. То есть образуются мостики холода, и тем самым учитываются эти мостики холода. Так, ну, либо есть второй вариант. Вот здесь вот здесь надо, так называем, выполнить расчет упрощенный способ. У нас сразу же табличка это исчезает. То есть это как второстепенный вариант. И поставить галочки. То есть здесь будет происходить упрощенный методом, ну, с некоторым запасом в виде коэффициентов. То есть еще раз повторяю, что первый вариант лучше использовать, нежели второй. Так, следующая закладка это отопительные приборы. То есть изначально мы в заданиях убрали галочку, ну, и здесь все убралось. Если бы у нас было, то здесь бы появился у нас в соответствии окошке, которое необходимо было заполнено. То есть температуру теплоносителя в системе отопления. То есть выбрать тип нагревательного прибора для ориентировочного расчета. Для ориентировочного расчета. То есть различные типы, конвекторы, панельный, секционный прибор с терморегуляторами и без терморегуляторов. То есть производителя можно выбрать любого и так далее. То есть, но ввиду того, что это ориентировочный расчет, то здесь рассматривать не будем. Мы берем соответствующую галочку. Следующий тип закладки это параметры расчета. То есть здесь вот первая закладка тепловая нагрузка. То есть выполнять расчеты по платежам помещений и соседних в зданиях, предполагая, что они не отапливаются. Оставим закладочку. Дальше выполнять расчет соседних помещений. Если у вас разность температур составляет 4 градуса и выше, ну, по российским нормам, то есть до 3 градусов включительно, и рассматривать. То есть у нас совпадает с этим значением. Следующий тип то есть есть также тут согласно перетоку теплоты согласно европейским нормам не выполнять расчеты. Так, ну и расчеты с ограничением то составим по европейским нормам. Так, ну и тут опять централизованное либо индивидуальное регулирование. Оставим индивидуальное. Дальше корректировка норм на ошибку температуры грунта сопротивления грунта. Ну, и можно поставить закладочку соответственно корректировка расчета инфильтрации. Так, вот все, что касается закладки общие данные, в которых мы рассмотрели задания, основные данные вентиляции, мосты, отопительные приборы, ну и параметры расчета. Спасибо за внимание. До следующего занятия.